КОНЕЦ 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 индейцами и переселенцами все чаще и чаще возникали конфликты из-за захвата территории европейцами. В общей сложности за 75 лет было основано 13 европейских колоний, на которые время от времени индейцы устраивали набеги. Англичанам не было выгодно развивать поселения в Америке, они использовали колонии в качестве получения сырья, которая хорошо сказывалась на британской экономике. Уже в 1750 году колонии, состоявшие из индейских племен, стали как одна огромная местная община. Они были не очень-то и довольны торговой и налоговой политикой, что очень плохо влияло на предпринимателей и торговцев. А также серьезное давление было из-за вечного присутствия войск в Великобритании. По этим причинам американские поселения начали выдвигать требования о независимости от английского государства. Бенджамин Франклин выступил с предложением об объединении колонии в один союз, у которого будет свое правительство и президент. Власти Великобритании отреагировали на это очень негативно. 16 декабря 1773 года произошло бостонское чаепитие. В знак протеста жители Америки уничтожили судно с английским чаем. Из-за этого, желая покончить с бунтами, Англия открыла бостонский порт до того времени, пока американцы возместят весь ущерб. Но все шло не по плану, и северноамериканские колонии объединяются. Нравится наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под данным видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, а также поделитесь этим видео с друзьями. А мы продолжаем. 5 сентября 1774 года в Филадельфии был организован первый континентальный конгресс, который смог объединить 55 колоний. Спустя несколько недель работы была создана декларация прав, в которой было утверждено права союза на свободную и самостоятельную жизнь. В сторону Великобритании были выдвинуты ряд некоторых требований, при неисполнении которых был бы запрет ввоза английского продовольствия, на что Англия начала требовать полное подчинение и направила свои военные корабли. А руководившему данной операцией генералу Гейджу было разрешено применение силы для подавления бунта. Началась война за независимость. Союз колоний образовал объединенную армию, во главе которой стоял генерал Джордж Вашингтон. В июле 1776 года была принята декларация независимости, на основе которой в будущем будет создана Конституция. Армия англичан разгромила армию сопротивления и осадила Нью-Йорк вплоть до конца войны. Но британцы не могли вечно сдерживать повстанцев. Спустя несколько поражений со стороны английских войск, оставшиеся в живых сдались в плен Америки. После победы Америки был заключен союз между Францией и США в 1778 году, а после и с Нидерландами и Испанией. Это повлекло за собой начало глобальной войны по всей планете. Англичане все еще пытались пробраться вглубь Америки, но их численность была крайне мала, и они решили отступить к своему флоту. Но их подстерег флот Франции. Вслед за этим англичане сдались в плен французам. И только после этого Великобритания решила подписать мирный договор с США, который включал в себя разделение территорий с Северной Америкой, Испанией и индийскими племенами. Индейцев массово переселили за реку Миссисипи. А позже началось и массовое переселение американцев на запад. Весь этот переход с востока на запад занял около полугода. В 1848 году началась золотая лихорадка. Были найдены огромные месторождения золота, из-за которых в штат Калифорния приехало около 300 тысяч человек. Вплоть до 1865 года в США все еще существовало рабство. Южные страны до конца противились отмен рабства, так как на большом количестве плантации трудились африканцы, а на них держалась экономика. И только 1 февраля 1865 года после поправки к Конституции США было окончательно отменено рабство. 1860 год. На выборах президента победил республиканец Линкольн. Из-за чего 11 южных штатов объявили о выходе из США. И в 1861 году началась война между Югом и Севером. Спустя долгих 4 года Юг сдался и капитулировал. В период реконструкции были внесены поправки в Конституцию, которые сбрасывали ограничения прав афроамериканцев, что повлекло за собой появление на юге российских организаций, которые вскоре объявлены террористическими. Власть Америки прекратили рассматривать индийские племена как отдельный народ и перестали заключать с ними соглашения. Это повлекло за собой крупные конфликты, в которые входит и война за Черные холмы. В 19 веке настало время крупного взрыва индустриального развития, что повлияло на обогащение многих людей. Состоятельные люди начали заниматься благотворительностью, поддерживали развитие учебных заведений. Это хорошо повлияло и отразилось в будущем. Уже к началу 20 века США стали страной с одним из самых высоких доходов на человека. Средний класс начал активно участвовать в политической жизни Америки, что очень хорошо повлияло на страну. Соединенные Штаты Америки во время начала Первой мировой войны занимали нейтралитет между воюющими странами, пытаясь привести их к примирению. Но все это безуспешно. После того, как немецкие подлодки начали атаковать американские пассажирские суда, США не стерпела и вошла в войну. Она начала организовывать помощь другой стране, продовольствием, кредитами и отправила на фронт около миллиона человек. В 2018 году президент Америки представил программу по завершению войны и спустя полгода было подписано перемирие. После войны США вышли в лидеры по экономическому росту. Америка начала поднимать экономику за счет того, что снизила налоги на бизнесы, отменила антимонопольные законы. Также началось массовое производство электрических потребительских товаров. Страна процветала. Под конец 1929 года, началась Великая депрессия. Акции начали падать, повышенная безработица и сильная засуха в сельских районах. Также начали падать цены. Выйти из кризиса помог новый курс Рузвельта, который внес ряд преобразований. Появились рабочие места, социальные страхования. Но огромный прогресс произошел в военное время с помощью военных заказов на производстве. Во время Второй мировой войны США поначалу не вступала в нее. Но после нападения Японии на Пёрл-Харбор была объявлена война Японии. А в ответ Германия объявила в войну США. В мае 43-го года Америка разгромила итальянские и немецкие войска. А в сентябре 1943 года Италия капитулировала. В июне 1944 года произошла Тегеранская конференция, где встретились Рузвельт, Сталин и Черчилль. Благодаря им в конце августа была освобождена вся северо-западная Франция. И уже 8 мая 1945 года Германия капитулировала. А в июне 1945 года Японии было сделано предложение о полной ее капитуляции, на что был отказ. Вслед за отказом было применено ядерное оружие на Хиросиму и Нагасаки со стороны США. Только после этого Япония объявила о полной капитуляции. А также США успели поучаствовать в холодной войне с СССР. Вот так США развилась от нового мира до одной из важных и великих стран в мире. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Если вы хотите увидеть еще больше интересного контента и получать больше полезной информации, то подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк под видео. А также не забывайте делиться видео с друзьями. Дальше больше!